Печурский район, Яланская Гречиха. Эти поля засеяли еще 10 мая, но за три полных месяца пшеница почти не выросла. Виной всему сильная засуха, которая в этом году ударила по урожаю сильнее, чем обычно. С удобрением все агротехнические были предусмотрены. Гербицидная обработка здесь проводилась. Но видите сами, что засуха повлияла очень сильно и не получили. Здесь пшеница должна попасть стоять, потому что паровое поле было, хорошо обработанное. Но ни обработка, ни удобрение ситуацию не спасают. Ведь за три месяца здесь практически не было дождей. Единственный выход – это новая растительная система. Об этом фермеры рассказали Алексею Цыденову в ходе его рабочей поездки по Печурскому району. По их словам, сметную документацию при конструкции такой системы они подготовили еще в 2012 году. И с 2012 года он уже был включен в программу, потом в связи с этим Крымом, что-то у нас получилось. Деньги перенесли на 2013 год, а потом что-то пошло и теперь уже вообще не ясно, когда она будет эта реконструкция. Для того, чтобы восстановить растительную систему в Печурском районе, необходимо 55 миллионов рублей. Попасть под программу строительства такого объекта бечурским фермерам удастся только в 2019 году. В район вы заявку подаете, значит, соответственно, Виталию Георгиевичу, да? Затем мы в Москве заявляемся, показываем софинансирование и дальше движется работа. Условия к засухе без растительной системы, без нарушения невозможно работать. Помимо Бечурского района страдают от засухи Мухашибирский, Джидинский и Тарбогатайские районы. Но надежды еще есть. В этом году правительство России планирует выделить Бурятии более 300 миллионов рублей на устранение последствий засухи. Чингис Ачиров, Александр Лупсанов, АТВ, Бечурский район.